Но если человек просто живет своими заботами, постоянно в беспокойстве, у него там дела, здесь дела, семья в это время ваша разрушается, потому что нет на полностью, нет любви, без любви человек жить не может. И в какой-то момент он вдруг вам сообщает, у меня есть другая, или другой, или я ухожу. Почему? Потому что вот эта мысль, вот эта уверенность, что мы живем для квартиры, машины, чтобы у нас все хорошо было, это все просто туфта. Да, человек живет только для любви. Если вы потеряли любовь, не служите, любовь должна переключиться. Слюбленности и забота, она должна переключиться на верность, глубину и чистоту. Если переключение не произошло, то дальше будет развал семьи. Есть такая психолог Алешина, она вот как раз эту вот кривую вывела, а это все описано в бедах, уже до этого было, 5000 лет назад. Там кривая такая, смотрите, то есть это буква В. Сначала влюбленность, идет максимальная высота отношений, потом дальше жизнь, обыденность, низ, кривая пошла. И вот здесь самый низ, что это означает? Олег Геннадьевич, мы что-то вот живем давно уже, надоели друг другу, разговаривать не можем вместе, молчим, ходим. У нас уже дети выросли, как бы интересов общих нет, квартиру уже купили давно, ипотеку отдали. Вот, ничего, как бы счастья никакого нет, мучаемся. Может нам расстаться? Вот это буква В вот здесь. Почему они мучаются? А потому что никогда они не знали, что такое любовь. Любовь означает отдать себя человеку, что-то сделать для него, несмотря на то, что уже привык к нему, как бы, и уже, как бы, воняет от него уже. Устал уже, он меня уже достал, этот человек. Вот, понимаете, вот зубы каждый день чистим. Изо рта ведь тоже может вонять? Нет, мы не даем, чистим каждый день зубы. А отношений не чистим? Мы не знаем, что отношения тоже воняют. Олег Геннадьевич, у нас, понимаете, у нас, мы противно уже друг с другом, понимаете? У нас несовместимость. Вот у вас, если изо рта воняет неделю, не чистили, вы что, с ртом несовместимость, что ли? Вы просто зубы не чистите, и все, поэтому воняет, никакой несовместимости нет. Точно так же здесь воняет в отношениях, это значит, что не чистите отношения, уметь любить, убить, прощать. Не умеешь ни любить, ни прощать, и все вонять начинает. У всех людей всегда все одно и то же. У нас мы не можем друг с другом жить. Так вы просто не пробовали жить, потому что это не жизнь, то, что вы делали, там заботы, там все это. Это не жизнь, это просто выживание. Люди путают спокойствие со счастьем. Вот что такое счастье? Когда ты себя пожертвовал, дал. Это счастье. А спокойствие, это когда все хорошо. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо. И у меня все хорошо, но хорошо. Спим дальше. Это не жизнь, это сон. У нас все хорошо, мы не живем, мы спим. Счастье, это когда ты отдал себя. Верю в тебя, дорогую подругу мою. То есть ты отдал, ты знаешь, за что ты сражаешься, ты живешь ради чего-то высокого. Перекерпел близкого человека ради него. Простил, смог. Он даже об этом не знает, как ты сильно старался, мучился ради него. Он даже не знает. И ты начал видеть чистоту в нем. Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста. Ты прикоснись с ней только сердцем. Ну, то есть не надо эксплуатировать энергию любви. С сердцем прикасайся. Любви чисто, возвышенно любви. И тогда будет настоящая жизнь. Люди чаще всего не знают, что такое любовь. И поэтому они расходятся. Каждый человек достоин очень возвышенных чистых чувств. Как один человек, я ехал в машине, там радио играло у таксиста. И там один какой-то режиссер, он говорит, у меня сегодня юбилей, мне там столько-то лет, я уже не помню. И он говорит, самый главный подарок на мой любви, это моя жена. Это самый лучший человек в моей жизни. Лучше людей я никогда и нигде не встречал. Он говорит, но я не сразу это понял. Мне пришлось потрудиться над собой, чтобы это понять. Люди, когда вместе живут, они могут увидеть душу, почувствовать душу друг к другу. Но для этого нужно сначала свою душу отдать, пожертвовать сначала. Нужно терпеть сначала просто человека, потом уважать начать. Уважение начинается. Уважать означает, ты знаешь, как себя вести уже, ты понял человек. Проходит там 7, 8, 9, 10 лет, ты знаешь, что женщине надо так аккуратно, мягенько так себя вести, потому что она такая действительно. Не то, что она выпендривается, давай, не, аккуратно веди себя со мной. И правда тяжело, когда вот ты грубовато себя ведешь, и она не может так жить. Ей нужно очень нежно, заботливо женщину так устроить. Женщина с мужчиной, да, да, мой хороший, все у тебя получится. Давай, давай, как бы. Он говорит, ну я правильный, на правильной работе я работаю. Конечно, на правильной, ну конечно, на правильной. Всегда надо поддерживать мужа, сам думал, когда же он уволится оттуда уже. Но поддерживать надо обязательно, если мужчина не чувствует, что жена его поддерживает. Его жизнь, она не имеет смысла. Или он к друзьям пришел, и она начала смекаться с друзьями, сидит над ним. Все. Дальше никакого счастья не будет. Потому что мужчина видит, что не мой человек. Все. Она предает его таким образом. Или мужчина там, женщина сидит на друзьях, и он как бы говорит, а вот у тебя жена красивее моей. Ну тогда тоже все, до свидания. Ну то есть, значит, мужчина предает жену. То есть, надо вот это все понимать. Что такое верность, что такое уважение. Надо все понимать. Как мы должны строить отношения. Жена говорит, не смотри на чужих теток. Он говорит, я не смотрю. А у самого глаза масляные. Терпеть надо молиться за него, значит, не зная о том, что такое любовь. Не бросать, терпеть. И постепенно в сердце, когда приходит благодарность, приходит совесть также. Вместе с благодарностью совесть приходит. Когда у человека совесть? Ну, Галина Геннадьевич, когда у моего мужа совесть придет. Когда айсберг подтает снизу, перевернется. Обычно это часто бывает через кризис. Вот, допустим, уже не выдержала, пошла жить отдельно, и он звонит. Слушай, я не прав. Но не сразу, обычно подлидывает сначала. Не надо на это реагировать. Первая стадия, а, угроза сначала. Если не придешь, то брошу. Угрожает сначала. Да я тебя не бросала. Я просто вот, мне тяжело вместе. Видишь, мы друг друга не понимаем. Давай чуть-чуть, я еще поживу отдельно, приеду домой. Не отброшу, все, возвращайся. Ну, мы не сможем, опять будем страдать. Ну, ладно, ладно, хорошо. Следующая стадия. Подлизываться. Ой, приходи, я без тебя не могу. Ты такая у меня любимая, хорошая. Нет, еще немножко подожду. Третья стадия. Искренность. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват. Хорошо, тогда прихожу. Когда человек становится искренним, он хочет отношения строить, значит, начнется лучше, следующий этап в жизни. Но надо стать сильным, перетерпеть. Одна женщина говорит, спрашивает меня, Олег Геннадьевич, я вот остранилась от мужа, так вот на недельку к маме уехала. Он мне звонит, говорит, слушай, ты еще недельку там по пути у нее. Я так без тебя отдыхаю. Это кто от кого отстраняться-то должен, я и говорю. Вы его задолбали, уехали к маме потом еще. Если вы служите человеку, тогда можете отстраняться. А если вы его мучаете, что отстраняться-то? От этого ничего в лучшую сторону не поменяется. И еще надо знать, что если человека уже вы потеряли, часто человек, вот он живет рядом, все, мой муж, все. Но я его уже потеряла. Почему? Потому что отношений нет, они холодные. Он куда-то уже надолго уходит из дома. Он говорит, что к друзьям. Может быть и так. Но на самом деле это значит, что он уже уходит из дома. Понимаете? Вот человек дома время не проводит, а где-то непонятно. Это значит, что он уже уходит из дома. Все. Вы потеряли уже человека. Чего отстраняться-то? Тяните назад. Пытайтесь его любить, заботиться о нем, поменять отношения, раскаяться, принять, простить, навсегда тебе себя отдать и так далее. То есть сильную позицию в жизни надо, но для этого нужно быть сильным человеком. Некрасивый человек никому не нужен. Слабый человек никому не нужен. Нужно стать сильным. Через отношения с людьми, с природой и с Богом. Бог дает возможность побеждать препятствия непреодолимые. Субтитры создавал DimaTorzok